23 августа страна отметила 70 лет со дня победы советской армии в битве на Курской дуге. Самое крупное танковое сражение в истории длилось 50 дней и 50 ночей, но дух русских солдат немцам так и не удалось сломить. На мемориале в Курске прошел масштабный парад. Ветераны с разных регионов России приехали сюда, чтобы почтить память погибших в той страшной и безжалостной битве. Наша землячка, участница Курской битвы, Агриппина Янович, лично побывала на параде. Наш корреспондент Татьяна Филатова встретилась с ветераном и узнала жизнь и судьбу этой героической женщины. Война на фронте для 17-летней Агриппины началась с 42-го года. Девушка до сих пор помнит, как привычная жизнь поменялась в один момент. Повестка военкомат пришла неожиданно. Только начали веселиться, заходит исполнитель сельского совета. Ну, тут все замерли. Сельсоветский исполнитель так по ночам не ходит. Все поняли это, понимают это. Ему самому неудобно этому что-то сказать. Агриппина говорит, на твое имя повестка есть. Завтра в военкомат надо идти. После двух месяцев учебы Агриппина попала в 18-ю гвардейскую дивизию. Санитарам и полевым врачам на фронте приходилось нелегко. Ответственность за жизнь солдат и желание их спасти утопала в море смертей и мучительных криках. Непрерывным потоком погибшие сменялись новыми ранеными. И так день за днем. Земля трещется. Блин, даже трясутся. Вот эти окна. Ой, как страшно было это первый раз. Очень страшно было. Мы теперь палатки поставили. Раненые, ездовые раненых привозят. Мы должны их принимать, раздевать, раны посмотреть, историю болезни составить. Для врача, для операции полностью готовить надо. Курская битва стала ключевым сражением в Великой Отечественной войне. 5 июля 1943 года немецкие войска атаковали силы Красной армии. На счету врага были тысячи танков, самолетов и орудий. Сотни тысяч солдат. Но, к счастью, разведка уже знала о планах противника и имела ощутимое превосходство. За пять дней ожесточенных сражений немцы сдали свои наступательные позиции и перешли к обороне. Оставив на поле боя тонны искореженного металла. Только в сражении под Прохоровкой с немецкой стороны в бою участвовали около 700 танков. Советская армия обладала небольшим перевесом – 850 танков. Слова немецкого командира Гюрса как нельзя лучше передают все происходившее на тот момент. Это был ад. Победа в Курской битве далась нелегко. И победили в ней не танки, а люди. Настоящие герои, которые сражались за свою родину, за своих близких. Спустя 70 лет память о них жива и будет жить вечно. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика.